Доброго времени суток! Сегодня речь пойдет о дисководах и о том, как подключать их к вашему компьютеру. Для начала хотелось бы рассмотреть дисковод более старого образца, который устанавливался на старых компьютерах, а также который имеет разъем подключения интерфейса под названием ID. Выглядит он вот так. Длинный контакт с множеством дорожек. Также на нем мы можем видеть разъем подключения питания 4-х пинный и различные разъемы перемычек. Вот так выглядит этот старый дисковод. В данном случае это дисковод для чтения CD дисков, а также их записи. Также хотелось бы обратить внимание на то, как он подключался. Для подключения такого дисковода нам потребовалось бы вот такой вот шлейф. Шлейф 80-пиновый. Более старые образцы были 40-пиновыми, похожими на этот. Мы имеем 80-пиновый. Он имел разъем для подключения к материнской плате, разъем для подключения к дисководу и еще один разъем для подключения к дисководу или к жесткому диску. И к жесткому диску, и к дисководу подключалось все одним и тем же кабелем или шлейфом, как вам удобно. Это что касается старого образца дисковода. На данный момент мы имеем современный вид дисковода с подключением SATA интерфейса. Более узкие разъемы, интерфейс для питания и контакты для подключения самого интерфейса передачи данных. Он более маленький. Перемычек здесь уже не предусмотрено, как на дисководах более старого образца. Вот такой вот дисководик. Как раз-то его мы будем подключать к нашему компьютеру. Если открыть затвор, то ничего нового мы здесь не увидим. Выглядит он так же, как и на старых жестких дисках. Дисковод лазерный, как и предыдущий. Перед установкой хотелось бы вам еще показать дисковод для ноутбука. И о том, как его устанавливать. И впоследствии перейти непосредственно к установке данного аппарата. Далее, что немаловажно сказать, каким кабелем подключается данный дисковод. Для этого нам понадобится SATA кабель. Это кабель для подключения интерфейса. Подключается он в более узкое гнездо. И затем подключается к материнской плате. Об этом немножечко позже. Рассмотрим дисковод ноутбука. Дисковод ноутбука укомплектован более компактно. Вот такой маленький дисководик. Он имеет интерфейс, как и предыдущий дисковод SATA. Также является лазерным. Ну ладно, открывать его не вижу смысла. Посмотрим, как же поменять его на ноутбуке. Для того, чтобы заменить дисковод на ноутбуке, необходимо открыть заднюю крышку ноутбука. Для этого выкручиваем винты. В данном случае ноутбук ESUS. И у него вот такая последовательность винтов. Открыв заднюю крышечку, посмотрим, что будем делать дальше. Откручиваем винты. Итак, все винты выкручены. Открываем заднюю крышку. Еще раз повторю, что у всех ноутбуков это делается по-разному. В данном случае на ноутбуке ESUS это делается так. Убираем крышечку. И здесь наблюдаем напротив дисковода. Под крышечкой как раз ровно один винт. Откручиваем его. Откручив винт, пробуем доставать дисковод. Он без проблем вылазит. То есть он крепился всего на двух винтах. Один винт был под крышкой. И один винт был снаружи. После чего вставляем новый дисковод. И собираем все в обратной последовательности. Кстати говоря, не забудьте заменить крышку от вашего ноутбука на новый дисковод. Собирается все в обратной последовательности. Ну а далее перейдем непосредственно к установке нашего нового дисковода. Для этого открываем корпус системного блока. Обязательно не забудьте дотронуться рукой до корпуса. Это делается за тем, чтобы снять статическое напряжение с вашего тела. Далее нам необходимо найти разъем SATA. На материнской плате в моем случае он находится вот там внизу. Вот такие вот голубенькие разъемчики. Сразу же одним концом нашего SATA кабеля присоединяемся к SATA разъему. Вы никак это не перепутаете, там есть ключик. Г-образной формы. Присоединяем и продолжаем. Далее необходимо разобраться с проводами питания, которые идут от блока питания. Я нашел два варианта клемм питания. Во-первых, это 4-пинный вариант питания для старых дисководов. И также нашел для новых. Он тоже Г-образной формы. С ключиком вы не перепутаете, как его вставлять. Нам понадобится именно он. Следующим этапом стоит установка нашего дисковода в системный блок. Для этого находим заглушку на системном блоке и вынимаем ее. И вставляем в это место дисковод. Дисковод установлен и зафиксирован винтами крепления дисковода. На последнем этапе нам необходимо подключить сам дисковод. Берем сада кабель интерфейса. Подключаем его. Узкий разъем для интерфейса. А также провод питания. Скажем, G-образный. Также следите за тем, чтобы все ваши провода не касались вентиляторов охлаждения. Ну что ж, устанавливаем все. Так, все разъемы установлены. Дисковод установлены. Дисковод установлен. Проверяем. Запускаем компьютер. Дожидаемся загрузки системы и проверим наш дисковод. Открываем дисковод. Это говорит о том, что питание подключено правильно. Вставляем в него диск. И проверяем на мониторе, что же у нас получается. Продолжим. Вставив диск в дисковод, только что подключенный к вашему ПК. Обнаружим то, что он определяется. Диск чистый. Дисковод его видит. DVD-RV дисковод. Мы пока что ничего записывать не будем, хотя запись на диск будет не лишним для проверки. Вот так мы подключили дисковод к нашему компьютеру. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...